Привет, красотка! И не пугайся сейчас. Во-первых, у меня под глазами патчи. Это подготовка к сегодняшнему макияжу. Во-вторых, на лбу, на подбородке, да и в принципе на всем лице вы можете видеть у меня некие остаточные явления после чистки лица. И это все ок, все нормально. Просто Саша давно не была на чистке лица. Поэтому прямо сейчас я могу вам продемонстрировать, как будет выглядеть ваше лицо, если вы будете очень долго не ходить на чистку лица. Появится много черных точек. Потом вам все это вскроют и уберут. И останется вот такое замечательное лицо. А еще нельзя краситься в течение трех дней. Но, слава богу, уже прошло дней шесть. И мне можно уже краситься. И на самом деле я даже рада тому, что у меня сейчас вот это вот все есть. Во-первых, самое главное, что черных точек больше нет. И прыщей, и всяких подкожных жировиков. Я вообще не знаю, откуда они у меня появились. Это все со временем беременности, после родов. Что-то гормональное, видимо, произошло. Сейчас этого нет. И когда ранки заживут, личико будет чистым, здоровым. И это очень хорошо. Главное не запускать процедуру чистки лица. Мне больше. А во-вторых, почему я рада? Потому что я очень хотела, давно очень хотела, показать то, как можно маскировать макияжем красные какие-то высыпания. Вы у меня часто спрашиваете, если проблемная кожа, хочется нанести макияж, как грамотно скрыть красные пятна, желтые пятна. Я всегда говорила про оттеночные консилеры, но никогда их не использовала на себе. И не демонстрировала, как именно можно ими маскировать, например, вот красные высыпания. И сегодня у меня есть потрясающая возможность это продемонстрировать. А я сегодня для вас подготовила макияж на учебу. Макияж на 1 сентября, можно сказать. Хотя у нас 1 сентября в этом году это воскресенье. И вряд ли в воскресенье что-то будет проводиться. Наверное, все перенесется на понедельник, да? Я просто не знаю. Напишите мне в комментариях, как там у нас в этом году планируется. В любом случае, этот макияж будет простым, но будет подчеркивать ваши достоинства. Он будет бюджетным, потому что все-таки я создаю макияж, в первую очередь, для девушек, подростков, наверное. И здесь не будет какой-то люксовой косметики, супердорогой косметики. Это будет специальная бюджетная косметика, которая могут себе позволить все. Это такие марки, как Artvisage, Divash, Essence. То есть, масс-маркет. И что еще хотела сказать? А, макияж быстрый. Но так как я его буду комментировать и с вами болтать, я же люблю так делать, еще взяла чай. Когда Саша берет чай, разговор пятью минутами не обойдется. Вы тоже чего-нибудь там берите, попить, поесть, как хотите. У меня патчи заканчивают свою работу. Это хорошо. Хоть что-то с моим лицом уходовое мы сделали. Кстати, патчи эти из моей бьюти-сумочки, которую вы до сих пор можете приобрести. Не только приобрести, но еще и получить очень приятные такие бонусы. Дело в том, что если вы закажете мою бьюти-сумочку прямо сейчас, указав один из промокодов, то вы получите очень приятный бьюти-дуэт от марки, отечественной марки нашей, Flavera. Это российское производство. И если вы укажете промокод BONUS PLUS, то вы получите дуэт из блеска для губ и туши для ресниц. Просто так, бесплатно, абсолютно. Просто они положатся вам автоматически в вашу посылочку. Если же вы укажете промокод BONUS PLUS... Девочки, тут произошла небольшая оговорочка. Второй промокод не BONUS PLUS, а SUPER PLUS. А первый промокод был BONUS PLUS. То вы получите дуэт из теней от той же марки и блеска для губ. На всякий случай, все это продублирую в описании. Так что, красотки, переходите, заказывайте. Ну, а мы приступаем к макияжу. Я снимаю такие свои патчи. Да, очень здорово, конечно, никогда у меня такого приятного лба не было. Но, поверьте, первые три дня было еще хуже. Перед макияжем я использую праймер. Праймер у меня от Catrice. Он с такой пипеточкой милый. Он как раз создает такой защитный барьер между тональным средством, консилером и всем тем, что мы будем наносить на наше лицо и между нашей кожей. На самом деле, было бы, знаете, очень удобно. Я всегда мечтаю о такой вещи. Какой-нибудь штативчик. И чтобы вот так вот зеркало стояло, я не держала одной рукой постоянно зеркало. Я, конечно, могу смотреть вот сюда. Здесь у меня просто есть откидное такое зеркальце. Но мне кажется, это всех раздражает, да? Ведь когда человек смотрит не в объектив, а вот в это вот окошечко. И постоянно что-то поправляет, постоянно делает что-то со своим лицом. Праймер такой приятный на запах, приятный на ощупь. Появляется такая, знаете, невидимая пленочка защитная. Особенно, если хотите, чтобы макияж продлежался подольше, то наносите на те места, которые вы чаще всего трогаете в течение дня. У меня это нос 100% и подбородок. Вообще, вокруг губ вот эта вот область, я всегда ее трогаю. Окей, давайте подумаем о том, что мы сделаем с нашим лицом. Для начала я предлагаю нанести легкий тон. У меня два для вас варианта. Это мои любимчики за последнее время, очень бюджетные. Art Visage, легкий-легкий тональный крем. Я бы даже не назвала его тональным, потому что он реально очень легкий. И Stelary, это матовый тональный крем. Что круто, что после него не требуется пудра. Вот у меня достаточно жирная Т-зона, вот эта, вот. Вот эта. После этого тонального мне не нужно было подправлять свой макияж пудрой. Но перед тем, как нанести их на свое лицо, я, конечно же, должна что-то сделать вот с этой частью, с этой частью. Ну, короче, везде, где у меня красные какие-то высыпания, их нужно подкорректировать. Если у вас открытые прыщи, вот прям, знаете, вы чувствуете, что... Почему ты не открываешься? Если вы чувствуете, что в прыще какая-то инфекция есть, то есть там что-то прям такое, знаете, не засохшая ранка, а вот назревающий прыщ, то не надо его вообще лишний раз трогать. Я замазываю то, что уже зажило, то, что уже просто имеет цвет. Итак, у меня палетка от Диваш. Она вот с такими корректирующими цветами. Вообще она создана для того, чтобы делать и контуринг, и замазывать несовершенство. И я зеленым оттенком... Почему зеленый? Потому что зеленый нейтрализует красный. Красный нейтрализует зеленый. Я зеленым оттеночком прохожусь по своим красным высыпаниям. Не прям уж сказать, что очень сильно. А, я забыла сказать! Я сегодня с вами сделаю прическу еще. Прическу, о которой вы почему-то очень меня много спрашиваете в последнее время в моем инстаграм. Она на самом деле очень простая, опять же. Вот вы видите, что уже в принципе красного цвета, ну, я чуть-чуть подальше встану, меньше на моем лице. Это мы еще не нанесли тональный, просто потому что поиграли с цветами. Я люблю наносить вот именно такие точечные консилеры пальчиком, потому что еще температура наших пальчиков помогает распределиться средству более естественно. То есть кисточка с этим не справится. Бьюти-блендер тоже не справится. Обычно такие консилеры, они, знаете, прям густоватые такие. С этим хорошо справляются пальчик. И вот теперь на такое зелено-желтое лицо я наношу тональный бьюти-блендером влажным. По всему лицу. Нам на 1 сентября не нужно особо разгуливаться, делать какой-то вечерний макияж, делать какой-то яркий макияж. Нет. Как раз-таки наоборот, очень часто учителя в школах, не знаю, насколько в университетах, надеюсь, такого не происходит, в университетах у меня не было, запрещают краситься более чем бальзамом для губ. Бывает такое действительно. Поэтому этот макияж будет очень легким, незаметным, но сделает нас красивее. Заодно остаточками я прохожусь по веку, потому что это своего рода будет база по тени. Не забываем наносить на шею, чтобы у нас не было перехода видно. И немножечко на уши. Но обязательно следите за тем, чтобы ваши сережки, если что, не окрасились в тональный цвет. В принципе, если у вас нечего особо замазывать, этого слоя уже будет достаточно. Я еще пройдусь консилером, потому что у меня все-таки, ну вы понимаете, еще есть видимые какие-то моментики, которые лучше скрыть. И с этим справится консилер. Я наношу везде, где у меня есть еще какие-то видимые моменты. Ну и, конечно же, под глазами. Нужно немножечко пройтись, если особенно есть синечки под глазами. Это автология, молодец, Саша. И помните, да, что мы не только вот здесь вот средство растушевываем, а уводим его немножечко к вискам, чтобы визуально вытянуть взгляд. И зачем я ставлю также вот здесь точку? Потому что это самая темная часть глаза и под глазом. И если ее не замаскировать, не закрасить, то есть на нее не нанести консилер, то не создастся вот этот эффект свежести, который должен создавать консилер. Не бойтесь заходить на губы, потому что лучше вы растушуете тональное средство хорошо. Вот прям вот до границ с губами, и потом сотрете с губ тональное средство. Нежели у вас будет видна граница, как вы прям знаете, аккуратно обходите губы, лишь бы их не задеть. Ничего страшного, можно прямо по ним проходиться, зато тональник будет нанесен везде и не будет видно границ. Все хорошо рассушевали, и у нас получилось вот такое вот плоское личико, потому что нет естественных каких-то теней. Мы сейчас их с вами будем рисовать. У меня вместо скульптора сегодня будет пудра. Пудра просто в более темном оттенке от Stellar. Я вам уже рассказывала, по-моему, о таком лайфхаке, что если вы там не угадываете с цветом пудры, ну, типа настолько не угадываете, что не просто там чуть-чуть желтее, чуть-чуть белее, а вот так вот не угадываете, то можно использовать этот оттенок для контринга. Я наношу кисточкой, и мы немножечко, совсем немножечко, затемняем наши щечки. И делаем их визуально уже, чтобы быстренько скорректировать носик, если кто хочет его сделать чуть-чуть поуже. Можно взять эту кисточку, которую вы нанесили только что скульптор на щечки. Немножечко ее вот так вот сжать пальчиками. Нанести, немножечко сдуть, потому что много средств не нужно на носик наносить. И вот так буквально с одного бока и с другого бока. И коррекция носика завершена. Остатками корректирующего средства можно пройтись по контуру лица, затемнить немножечко зону вот эту, и по овалу лица. Следующий очень важный пункт, один из самых важных в основе вообще, мне кажется, лица, это румяна. Румяна придают макияжу такую свежесть, легкость, юность. Ну, мы и так юны, конечно, но иногда этого не видно без румяна. И чтобы румянец смотрелся гармонично, как будто это действительно наш природный румянец, а не компактная пудра NARS, например, как в моем случае. Немножечко остатками от кисточки проходимся везде. И у носика, и в складке века, но это прям должны быть остатки, да, и на подбородке. На носике, чтобы свежесть кожи передавалась не только щечками, а всем лицом. Отличненько переходим к, наверное, глазам, уже пора. Можно, кстати, нанести бальзам для губ, потому что я сегодня буду наносить помаду. И вот чтобы к моменту нанесения помады губы были готовы. Я подготовила вот такие классные, золотистые даже нет, это розовое золото, да, тени от Divash. Они, кстати, у меня тоже лежат в бьюти-беге. Они очень удобные тем, что их можно наносить прямо пальчиком. Они прямо, знаете, такие вот гелевые, я не знаю, как объяснить. Они не рассыпаются, они замечательно растушевываются прямо моментально. И это очень круто для ежедневного макияжа. Я прямо пальчиком обильно наношу, можно его наслаивать, если у вас есть время. Тени эти подойдут абсолютно всем, вот, ну, универсальный оттенок. И в складочку века я хочу добавить коричневый цвет. У меня, конечно, здесь собрались самые темные коричневые оттенки, но я возьму немножечко и растушую. Просто берите любой коричневый, светло-коричневый оттенок, чтобы нанести его в складочку века. Вот я прям еле-еле касаюсь. Фокус, пожалуйста, настройся на работу. Работаем. Убираю просто излишки на руку и вот таким образом оформляю складку века пушистой кисточкой. Немножечко уводим эту тень к вискам. Удобнее это делать так, что вы смотрите вот сюда, например, на палетку вниз. Округляется таким образом века, округляется глаз еще сильнее. И вы видите прямо эту складочку и просто проходитесь туда-обратно и уводите на висок. Почти все с глазами. Следующий небольшой трюк, которым я пользовалась абсолютно каждый день в школе, это, опять же, любые коричневые цвета, любой коричневый оттенок теней. И скошенная кисточка. Я немножечко макаю с двух сторон, макаю в тени кисточку. И прямо вдоль роста ресниц прохожусь кистью, обрамляя тем самым рост ресниц. Потому что подводка иногда, не иногда, согласитесь, красится долго, красится лень. Она может получиться не идеальная. На одном глазу, на другом глазу надо будет исправлять. Кому-то подводки вообще нельзя использовать в школе. А вот такую маленькую подводочку тенями никто не заметит. Она просто добавляет густоты ресничкам. Ну и все, финиширует наш макияж глаз. Конечно же, тушь, конечно же, это моя любимая вивенца во, которая уже неизменно. Служит мне верой и правдой много времени. А вот фокус мой не служит мне верой и правдой. Обалденная тушь, которая просто нереальные вещи делает с ресницами. Через пару дней я сделаю наращивание ресниц. Но это только потому, что я вообще хочу по минимуму краситься, по минимуму тратить время вот в ежедневной такой жизни на макияж. Чтобы просыпаться и ты уже как бы как будто накрашен, чтобы не тратить время на тушь. А так она меня сейчас очень спасает, чтобы просто появились глаза на лице, знаете. Самое классное, что ее можно наслаивать, с ней можно делать все, что хочешь. Получить в итоге либо естественные, супер естественные ресницы, которые будто твои, но чуть-чуть потемнее, чуть-чуть погуще. Либо вообще можно сделать эффект накладных ресниц. Мне очень нравится. И знаете, удивляет то, что это бюджетная марка. Это Vivienne Sabo. Нижние реснички я тоже прокрашиваю. Я смываю тональный со своих губ. И у нас остались брови до губы. На брови я в самом начале наношу гель для бровей от Artvisage. Тоже очень классный продукт за свою супер низкую стоимость. Очень хорошо работает. Очень хорошо фиксирует брови. Я сначала их вот так расчесываю. Сразу же бровки обретают густоту, объемность даже моих. И у меня закончился мой любимый карандаш для бровей от NYX. Сейчас я пользуюсь карандашом от Stellar. В принципе, неплохой, достаточно твердый. Я стараюсь, знаете, все стараюсь и стараюсь делать со своими бровями что-то более естественное. Не рисовать каждый раз новую форму, а прорисовывать именно волоски. Ну вот что-то такое у меня получается. Хотя бы, знаете, не прям уж супер нарисованные брови, как я делала раньше. В общем, вы поняли, что с бровями мы не сильно заморачиваемся. Делаем такие естественные оформленные брови. Для кого-то это просто расчесать, у кого-то густые бровки темные. Для кого-то это добавить пару волосинок с кошенной кисточкой и тенями. Я после того, как нанесла карандаш, еще раз прохожу келем. Он еще более объемно так укладывает бровки. И в принципе достаточно. У нас остались только губы. И у меня два варианта для вас. Я предлагаю сделать что-то более нюдовое, более естественное. Либо вот такой оттенок, либо вот такой. Я даже больше склоняюсь именно к такому, более светлому. Это у меня Maybelline 983. Это такая нюдовая кремовая помада, которую можно легко подправлять в течение дня. Она очень хорошо гармонирует с нашими румяными сегодняшними. Я не вырисовываю четкий контур. Я просто пальчиком заполняю губы, чтобы все смотрелось очень естественно. Можно даже где-то выйти за контур немножко, где-то не дойти до контура. И в итоге получается такой вот естественный эффект. Если хотите, можно нанести хайлайтеры. Я не знаю, по какой причине. Видимо, я использовала кисточку, на которой был хайлайтер. И когда наносила румяна, нанесла еще и хайлайтер себе на щеки. Молодец. На самом деле макияж, вот я долго болтала. Вы понимаете, да, что макияж на самом деле не такой долгий, не сложный абсолютно. Мы просто подчеркнули наши достоинства. Немного подкорректировали форму лица, добавили румянца, добавили глазок. Самое главное для меня сейчас. Мы замазали вот эту вот зону, и в принципе, везде, где у меня последствия моей чистки лица, этого не особо видно. Если у вас тоже есть какие-то высыпания, последствия от прыщей, черных точек, то их можно замаскировать с помощью цветных консилеров. Но не злоупотребляйте этим, давайте кожу тоже дышать. То есть, если вот на мероприятие, на несколько часов, это окей. Но обязательно дома приходите, смывайте косметику, наносите что-нибудь ухаживающее для кожи, питайте ее, чтобы она не была 24 часа под слоем косметики. Ну и я обещала вам показать очень быстренько, очень простую и легкую причесочку. Я пару раз появлялась в сторе с своих двумя косичками, такими объемными косичками наизнанку. И вы заинтересовались, как я их делаю, плету ли я их сама. Я не знала, что оказывается это сложно. Я всегда плела себе косички сама и хочу вам показать, как легко на самом деле это сделать. В принципе, кроме расчески и двух резинок, нам не понадобится больше ничего. У меня резинки вот такие, силиконовые, незаметные, маленькие. Почему-то я люблю, когда резинок вообще почти не видно. А, ну еще понадобится какая-нибудь палочка, какая-нибудь вот такая вот штучка, это просто у меня кисточка, чтобы сделать прямой пробор. Если мы хотим, конечно, прямой пробор. Над носом примерно я делю голову, делю волосы, точнее, и прохожусь до затылка. Вот это просто одно движение, на самом деле вообще не сложно. Конечно, это может быть не супер ровно, прям одну часть волос, половину получается, я забираю в хвостик, чтобы она не мешала. Вторую часть расчесываю. Эта прическа здорово тем, что волосы, во-первых, убраны, вы их постоянно не трогаете. А еще здорово, что для этой прически не нужно ни выпрямлять, ни забивать волосы. Вот просто помыли чистые волосы и поехали. Я беру прядку от начала головы, делю ее примерно, все примерно пальчиками на три части и начинаю плести как будто обычную косичку, это мы все умеем, только наоборот. То есть подкладываю прядь под прядь, прядь под прядь. И забираю, конечно же, дополнительные пряди слева и справа. Я особо прям не заморачиваюсь, чтобы это было очень гладко. Я скоро повернусь к вам спиной, не переживайте, и покажу, как это выглядит сзади. Но сейчас пока что покажу, как это выглядит спереди. То есть вот я подхватываю новые пряди, добавляю к предыдущей и под прядь. Таким образом у нас получится косичка наизнанку, которую можно легко сделать объемной, за счет того, что мы вытянем пряди. С обычным колоском, с обычной косичкой такого сделать нельзя. А с косичкой наизнанку можно. Закрепляю резинкой, и сейчас у нас получается такая немножечко лысая косичка, необъемная. Но все в наших руках. Во-первых, вот отсюда можно достать таким образом пушок, волоски, которые добавят прически такой небрежности, что ли. Ну и, конечно же, вытягиваем прядки вот таким вот образом. Не нужно вытягивать прямо сильно широко, то есть вот такой вот объем создали и достаточно. То же самое повторяем. То же самое делаем с этой частью волос. И точно так же достаю пряди для объема. Ваша ученица Сашка готова. Я очень надеюсь, что видео было вам полезным, что, возможно, кто-то так пойдет на свою линейку. В таком случае обязательно отмечайте меня в инстаграме на фотографиях, и я буду ставить вам лайки. Кстати говоря, про инстаграм, не забывайте подписываться. Как всегда, вас туда приглашаю. Но я буду допивать свой чаечек. Уже остыл, холодненький, но все равно вкусный. Также, красотки, не забывайте заказывать мои бьюти-сумочки. Их осталось совсем немного. И не забывайте использовать промокод, чтобы получить бьюти-дуэт в подарок. Улыбайтесь чаще и помните, что я вас очень сильно люблю. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok